всем привет с вами роман и это наш 165 выпуск мире моделизма сегодня хотел бы показать вам вот такую вот интересную модель это hawker seafury t20 в масштабе 1 к 72 от фирмы pioneer model как-то у меня на канале уже был обзор на такую же модель только одноместную вот и более детальный обзор с исторической справкой у меня был в 123 выпуске вообще на самолет hawker seafury вот сегодня обойдемся без исторической справки я покажу вам вот эту вот древнюю дико дровянистую но к сожалению насколько мне известно без альтернативную модель жаль что вот такой вот seafury двухместный у меня уже с раздельными кабинами у меня уже собран вот поэтому покажу вам только вот это вот чудо творения поэтому обзорчик сегодня будет очень короткий так что пожалуй сейчас будет коротенькая пауза и мы начнем итак что мы видим ну в принципе стандартная пионер модуловская коробка с довольно приятным бокс артом такая вот компактная что сразу нам тонко намекает что детали внутри не в изобилии ну и качество картона намекает что модель не слишком вообще качественная данный производитель это довольно древняя турецкая фирма она сейчас по моему даже уже не выпускает модели в общем если где-то вот найдете такой раритет и захотите собрать то тогда берите пока есть таковая возможность потом ее у вас может просто уже больше никогда не быть итак по стандарту инструкция описание на нескольких языках на турецком на английском на немецком краткие вот технические характеристики даются этого самолета схема окраски и нанесения декалей вот на два варианта на западную германию и на получается королевский ввс великобритании и вот такая вот цветовая схема с привязкой к федерал стандарту хэмбролу ревелу экстра колор и ну и так далее модел мастер ганза саньота миа но и других производителей честно я не знаю ну вот здесь вот такая вот коротенькая схема сборки вообще максимально скажем так компактная ну тут моделей и деталей то немного что-то здесь растягивать вот такая вот декалька у нас видим самое необходимое познавательные знаки и не более того какая-либо техничка здесь напрочь отсутствует так переходим к самому пластику ну тут все еще более печально вот такой вот фонарь кабины вообще без какого-либо переплета переплет придется делать самостоятельно плюс толстый пластик ну я думаю найти вакуум форменный фонарь на эту модель не представится возможным к сожалению так вот такой вот у нас литничок тут у нас две половинки фюзеляжа ну и внутренности кабины чем-то по проработке напоминающие модели от фирмы фрох или нова единственное что здесь идет плюсом это внутренняя расшивка но и и здесь очень мало и и здесь нужно добавлять плюс она местами неоднородная то есть видим она то есть то она замыленная какая-то ну в общем с расшивкой тут беда следующий литник стандартный для всех сифью вид пионер модел это вот крылья нижнее дано цельной деталью но верхнее тут вот есть правое левое крыло но опять все те же самые недостатки присутствует якобы расшивка но при этом отсутствует клепка ну и поверхность сама такая имеет небольшую шершавую структуру то есть блин могли лучше сделать внутри тут показывать что-либо вообще без полезно так ну и последний литник это у нас двигатель видим с нулевой проработкой вот такой воздушный винт здесь видим облой присутствует вот на хвостовых стабилизаторах тут вообще печально вообще никакой расшивки ну и вот непосредственно сами шасси также топливные баки всякая мелочевка проработка как видим здесь нулевая что можно сказать по итогу об этой модели вот честно если бы не ее без альтернативности я думаю ее вообще никогда не купил но так как сифьюри сейчас есть только вот в этом варианте я все-таки рискнул приобрел эту модель не знаю что у меня из нее выйдет но надеюсь все таки получится ее победить хотя бы банально перекроив и доработав немножко внутренности данного самолета на этом будем заканчивать наш коротенький обзор и 165 выпуск мире моделизма спасибо что смотрите мои ролики подписывайтесь на канал ставьте лайки под видео делитесь этим видео со своими друзьями все необходимые ссылочки я оставлю внизу в описании под видео всем удачи всем пока